86 новых светофоров установили в городе для обеспечения безопасности дорожного движения. 56 из них закрепили на пешеходных переходах с кнопкой вызова, 14 на трассах и еще 14 заменили старые, вышедшие из строя светофоры. О том, когда они заработают и в каких местах установлены, расскажет Динара Абдуалиева. При установке светофоров учитывались статистика и анализ аварийности, а также жалобы и предложения жителей города. Ведь кому, как не пешеходу, известны наиболее опасные и труднопроходимые участки. Предложение по установке было выдвинуто местной полицейской службы. Инициативу правоохранителей поддержали местные исполнительные органы. Такие вот комплексные мероприятия, то есть большим объемом устанавливаются впервые. Обычно в год мы устанавливаем по городу от 5 до 10 светофорных объектов. А в этот раз у нас скопилось столько лет времени. И, конечно, спасибо, говорим местным исполнительным органам, что поддержали, выделили финансовые средства. В первую очередь новые саморегулируемые светофоры были установлены по проспекту Баужана-Мамышола, а именно по дороге в микрорайон Есет-Батыра, по трассе жилого массива Заречный и на выездную из города в сторону Хабдинского района. Обновленным переходом рады теперь не только пешеходы, но и автовладельцы. Я часто хожу через этот переход. Он опасный, скользкий. Ходим еле-еле. А еще и машины пролетают все время. Очень рада, что установили светофор. Быстрее бы подключили теперь. Меня тут два раза чуть не задавили. Конечно, нужны. Теперь легче станет переходить дорогу. Здорово, что установили светофор. Много детей тут ходит. Ночью их практически не видно. А машин много. Некоторые на скорости проезжают, не обращают внимания на пешеходный переход. Теперь будут все останавливаться. Они всегда были нужны на таких трассах и не мешают водителям, так как включают их сами пешеходы. И нам хорошо, и им. Для безопасности всех считаю, что правильно сделали, установив их. Все светофорные объекты в настоящее время установлены. Сейчас ведутся работы по настройке аппаратов и уже к концу месяца они должны заработать. Динара Абдуалиева, Азамат Сауханов, Телеканал Актубия.